Меня часто спрашивают, есть ли на Кольском полуострове что-то такое, что можно назвать действительно страшным? Отчего волосы встают дыбом и бегут мурашки по коже, и я отвечаю вам, да, есть, и именно об этом, жутком и в то же самое время, безумно интересном существе, я и хочу рассказать вам сказку. А зовут это существо «Черный туман». Столкновение первое. Долгий путь на озеро Сундук. То прохладно, то ветерок подует, то наоборот. Станет тихо-тихо. Это был самый обычный день конца августа. Туман появился внезапно, когда мы подошли к мосту, ну к тому самому, который у водозабора, и он уже стоял плотной темно-серой стеной, разделяя мост буквально пополам. На этой границе мы даже остановились, а кто-то из мужиков даже предложил повернуть обратно. Но над ним посмеялись и назвали его трусом и слабаком. И, как выяснилось, зря. И вот стоим мы перед этой темно-серой стеной и не решаемся в нее войти. Но бравада, как всегда, победила разум. Еще немного потоптавшись на середине моста, мы вошли в туман. И сразу же оказались буквально в другом измерении. Моментально исчезли все звуки, словно туман проглотил их. Речка как-то сразу перестала шуметь своими водопадами. А ведь на мосту она сильно шумит. Чтобы поговорить, нужно даже голос повышать. А тут раз и все. Никаких звук. Даже собственный голос. Звучал приглушенно, как будто ты говоришь сквозь какой-то фильтр или плотные комки ваты. Хотя звуки, конечно же, были. Но они были какие-то неестественные. Как будто бы пришли не из этого мира. Видимость тоже оставляла желать лучшего. Привычное окружение как-то странно исказилось. Окружающие нас предметы как бы появлялись из тумана. Словно он создавал их сам и из самого себя. Привычными оставались только дорога и тропинка, у которой мы остановились в раздумьях. Куда же пойти? Можно было пойти по дороге. Но этот путь был, наверное, раза в три длиннее, нежели чем идти по тропинке. По дороге нужно было полностью обходить сопку, по кругу подниматься наверх. А по тропинке можно было просто через эту сопку перемахнуть, срезав тем самым существенный крюк. Вот и решили мы идти по тропинке. Мы поднялись на сопку и пошли поверху. Тропинку было видно очень хорошо, как будто бы туман ее не трогал, а просто обступал. Зато вокруг не видно было практически ничего. Сплошная черно-серая пелена. А в этой пелене то появлялись, то исчезали какие-то зыбкие предметы и странные тени. Мужики сразу же сказали нам, чтобы мы даже и не вздумали сходить с тропы, так как найти нас будет просто невозможно. Да мы, в общем-то, и не спорили. Мы вообще все как-то присмирели, стали серьезнее и просто шли по тропе. А она идет себе поверху и идет, и мы идем, идем и идем, идем и идем. Вот она уже по всем прикидкам спускаться должна вниз. А она не спускается, идет себе поверху. Ровно-ровно. Тут через сопку-то перемахнуть минут 15. А мы уже час идем, а тропинка не меняется. Мы уже решили повернуть обратно, как вдруг увидели спуск. Ну, наконец-то. Обрадовались мы и спустились обратно к мосту. И стоим мы такие ошарашенные и думаем. Ну и дела. Вот мы и в тумане, на дороге. Вот мост. А на середине моста тумана нет. И как вообще такое может быть? Как мы могли прийти туда? Откуда начали свой путь? Постояли, посмотрели и решили пойти все-таки по дороге. До рогатого озера мы шли хоть и долго, но зато без приключений. А вдоль озера шла дорога, и мы шли по ней, никуда не сворачивая. Ну и как-то даже приободрились, успокоились. Ну, подумаешь, туман. Что мы туманов не видели, что ли? Ну, таких, да, не видели, но другие-то были. Нет, ну, конечно, заблудились вначале, да? С кем не бывает. Но сейчас же идем, все нормально. Вот уже рогатые почти прошли. А вот уже и лужа, которая после рогатого. И опять тропинка. И опять по ней можно срезать значительную часть пути. Мы свернули на тропу, немного прошли вдоль лужи, поднялись на сопку и пошли поверху. И все повторилось опять. Опять эта бесконечная тропинка, туман стеной по бокам, призрачные тени в этом тумане и какие-то неясные, смутные силуэты предметов. И нет никаких спусков и никаких подъемов. Тропинка идет себе поверху и идет. Бесконечно. И опять, как и в первый раз, только мы собрались идти обратно, как показался спуск. Мы буквально бегом спустились и оказались опять около моста. И как такое возможно, я до сих пор понять не могу. Это невозможно в принципе. Но вот они мы. И вот он мост. Мы в тумане. А на середине моста туман кончается. Можно вернуться домой, а можно попробовать пойти еще раз. И уже с третьего раза мы наконец-то дошли до озера Сундук и до нашей избушки. Когда мы к ней уже подходили, туман начал стремительно исчезать и сквозь него пробивалось солнце. Оно было абсолютно черным. Конец первой части. Столкновение второе. У палатки. Эта совсем короткая история произошла в 2006 году на озере Долгое. Стояла точно такая же солнечная и безоблачная погода, когда на горизонте возникла черная точка. Буквально на глазах она увеличивалась в размерах, превращаясь во что-то наподобие осьминога. И вот уже это вовсе не точка, а какой-то сгусток черной субстанции, от которого отделяются щупальца. Вытягиваясь в разные стороны, они как будто бы поглощали окружающие объекты, и все, до чего они дотрагивались, превращалось в черный туман. И вот когда ты смотришь на это действие, такая фраза, как «жутко интересно» обретает совсем иной смысл. Недолго думая, мы решили залезть в палатку, чтобы укрыться там. И уже из нее мы наблюдали за происходящим дальше. Сначала исчезли все звуки. Вот буквально только что. Щебетали птицы, шумел ветер, плескалось озеро, а тут раз, и все пропало. Как будто кто-то невидимый сначала выключил звук, а потом и изображение. А потом резко упала температура и стало холодно. А ведь буквально каких-то 20 минут назад мы загорали. Когда туман приблизился к нашей палатке, то повел он себя весьма оригинальным образом. Он не проглотил ее, как все окружающие объекты, а начал обходить ее, оставляя чистое пространство, ну, где-то примерно полметра. Дальше все превращалось в черную мглу. И эта мгла колыхалась. А наша палатка оказалась как будто под куполом. Кто повесил этот купол? И почему туман нас не трогал? Я тогда не знал. Ведь это было всего лишь второе наше знакомство. Ну, а мы еще какое-то время побоялись, потом привыкли, а потом попили чаю и улеглись спать. На утро туман пропал. Столкновение третье. Мы все тут знаем. Прошло семь лет. За все эти годы я ни разу не сталкивался с черным туманом. И вот наступил 2013 год. В этот дождливый и пасмурный день мы решили сходить на рыбалку. Нас тогда было четверо. Я, Санек, Серега, ну и, конечно же, Людка. Куда ж без нее? Мы, наверное, целый час безуспешно пытались ее отговорить. Мол, остаемся в лагере. Погода плохая, мокрая, дождь. Но она ни в какую. Пойду и все. Серега пыхтел, скрипел зубами. Ну а что поделать? Пришлось взять. Хотя уже заранее было понятно, что рыбалки у Сереги в этот вечер не будет. Ну а он, бедолага, наверное, надеялся на чудо. Вот интересно, если бы он заранее знал, во что выльется это чудо. Пошел бы он с нами тогда или нет? А, Серега? Часиков в семь вечера мы собрались и потихоньку пошли. А идти там, ну не то чтобы далеко, больше скорее подойдет слово тяжело. На рыбное мы пошли. От подковы. А дождь то идет, то не идет. А потом вообще превратился в какую-то постоянную мелкую и мерзкую морось. А вокруг грибов, видимо-невидимо, и белые, и подосиновики, и боровики. Ну и Людка, как порядочная хозяйка, начала эти грибы собирать. Ну а мы, естественно, сколько тебя ждать можно, доставь-то эти грибы, обратно пойдем соберешь. А она скачет по сопкам, как сайдак, и внимания на нас не обращает. Подействовала только козырная фраза. Ну ладно, ты давай тут оставайся, грибы собираем и пошли. Вернее, как подействовало. Людка просто сменила тактику. Она уже не убегала далеко от тропы, а собирала грибы поблизости и делала закладки. Ну а Серега помимо своих вещей тащил и ее вещи. Вспомнил тут про Людку. Сидим мы как-то с Саньком в палатке, и вдруг к нам врывается растрепанная Людка с ножом в руке. И говорит, «Мальчики, а у вас яйца есть?» «Не дам», сказал Маус и сжался. «Да мне надо-то всего два, на салатик», сказала Людка и почему-то посмотрела на меня. А я смотрю на ее нож в руке и говорю, «Люд, слушай, ну, блин, я порой бываю несправедлив, конечно, к тебе, но, может, ты все-таки у Сереги попросишь?» Угомонилась она, когда мы подошли к подъему. Сделав большущую закладку исключительно из белых грибов, она сказала, что все, хватит. Эти слова обрадовали всех, кроме Сереги. Он посмотрел на эту гигантскую кучу грибов и только горестно вздохнул. Тащить-то на обратном пути ему. И вот, наконец, мы пришли. И все было бы ничего, если бы не случилось страшное. Людка забыла положить в рюкзак запасную теплую одежду. В общем, стойка она продержалась где-то с полчаса. А минут через сорок Серега посмотрел обреченным и тоскливым взглядом сначала на нас, а потом на озеро, и сказал, «Ну, ладно, мы пойдем обратно». Ну, а я ему, «Серега, ну подожди, может, костер разведете? Согреетесь, дрова есть вам». И Серега-то бы остался, но Людка ни в какую. Холодно ей, да и что тут идти, она тут все знает и так далее. «Ну-ну», сказал я, «раз знаете, так идите». И вот как только они ушли, так сразу все и наладилось. Санек выдернул первую рыбину, я за ним и пошло-поехало. Одна за одну и крупная. Даром, что ли, это озеро рыбным называют, а потом и распогодилось. Провели мы с Саньком на этом озере часа четыре или пять точно. После того, как перестало плевать, мы насобирали ягод и сварили компотику на костре. Попили, поели и, не торопясь, пошли обратно в лагерь. Довольные, с трофеями. Рыбалка, в общем, удалась. И вот проходим мы мимо Людкиной закладки и видим, что грибов там нет. Но думаем, хорошо, самую сложную часть, где можно заблудиться, они прошли, а дальше тропа набита, не заблудятся. Да идти-то оставалось всего километра два и все время вниз. Это туда идти тяжело. Все время поднимаешься, 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 а потом этот вообще бесконечный подъем. А обратно, все вниз да вниз. В общем, пришли мы в лагерь да завалились спать в полной уверенности, что в соседней палатке Людка с Серегой видят уже двадцать пятый сон. Не знаю, сколько я проспал, но проснулся я от того, что меня за плечо тряс Санек. Давай просыпайся. Кажется, ребята только пришли. Ну, Саня, блин, ну я так хорошо спал. Какие ребята? Куда пришли? А потом до меня дошло. Выбрались мы из палатки, а там, как говорится, картина маслом. Посреди лагеря, чуть живые, стоят два зомби. Глаза стеклянные, вид взъерошенный, а на наши вопросы только мат и какое-то невразумительное обормотание. А потом, чуть ли не на карачках, они оба забрались в палатку и буквально через секунду из нее послышался богатырский храп Сереги. Туман нас накрыл, когда мы уже спускались с плата. Начал свой рассказ Серега через несколько часов, когда они выспались. Он появился моментально и буквально из ниоткуда. на закладку с грибами мы нашли сразу, тропинку видно хорошо, да и ходили мы здесь не один десяток раз. В общем, сложили мы грибы в рюкзак и пошли. И вот тут все и началось. Идем мы по тропинке, никуда не сворачиваем, а она все не кончается и не кончается. А потом вообще началось. Места вроде бы и знакомые, но какие-то чужие. В общем, ходили мы, ходили и решили к вам вернуться. Идем обратно, и точно такая же история. Тропинка бесконечна, а пейзаж вокруг вообще абсолютно другой. Рассказывала-то вся Серега, конечно, на эмоциях, испуганно. А Людка, как ни странно, вела себя очень тихо. Только поддакивала, но больше все же молчала, что для нее редкость. В общем, дошло до того, что Серега сел на тропинку и буквально возмолился. «Отпусти, говорит ты меня, дедушка, туман. Нафиг я тебе сдался. Хочешь, говорит, я тебе Людку оставлю». И я так думаю, именно эти слова и подействовали на туман. Перспектива остаться навечно с Людкой туману категорически не понравилось. И в этот момент он исчез. А ребята обнаружили себя рядом со своей пустой закладкой. Ну, а потом они кое-как доползли до лагеря. То есть получается, что они ходили кругами по этой тропинке мимо нас, но в какой-то другой реальности, в каком-то другом измерении, потому что когда мы с Саньком шли обратно, никакого тумана не было, да и услышали бы мы их. Там других тропинок нет, да и вообще другого пути нет. То есть получается, что он забрал их с собой, где-то поводил, покуролесил, а потом отпустил. Да мало того, что отпустил, он еще вернул их обратно и в связи с этим напрашивается вывод, а не разумное ли это существо. Впрочем, давайте не будем забегать вперед, так как в третьей части вас ждет продолжение. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова